Дим, ну, хочу поздравить, во-первых, всю команду с попаданием на Олимпийские игры. Все немножко так, в какой-то момент, ну, не могу сказать, что стали волноваться, ну, так, в общем, приглядываться к вашим выступлениям. Все время то пятые, то шестые, то седьмые, вот сейчас выиграли, вот что произошло? Ну, хватит проигрывать, ну, так, ну, произошло то, что, сказать, что произошло тогда, почему, в моем взгляд, мы начали занимать такие, не очень хорошие места. Я думаю, что одна из причин была в мотивации, немножко нашей, и мотивации остальных команд. Потому что в реальности вопрос с получением лицензии после Чемпионера уже был такой, очень расслабленный. То есть не получить олимпийскую лицензию можно было только в том случае, если мы провалим все вообще просто в пух и прах. А другим командам нужно было очень серьезно подходить к каждому турниру, к которым надо было драться там. Вот. И я думаю, что, так как фехтование очень много решает мотивация и настроен на конкретную встречу, на конкретный бой, тут, я думаю, что был наш минус, вот, на котором мы и проигрывали эти турниры, вот эти вот они так вот и прошли. А вы когда потом обсуждали, то есть вы понимаете, что происходит? Ну, обсуждаем постоянно, потому что оказывается в команде, которая выигрывает, гораздо приятнее, чем в той, которая проигрывает. Поэтому внутри постоянно идут какие-то разговоры, как, что, почему, то есть, ну, мы же, в принципе, живем же вместе, по сути, все. Поэтому, ну, каких-то конкретных разговоров перед Боном или решений не было у нас внутри команды, как само собой все сложилось. Хорошо. И получается, что в какой-то момент вы поняли, что теперь мотивация нужна в БАМ. Ну, да, потому что, как минимум, то, что хочется выигрывать, всегда хочется выигрывать, любому спортсмену хочется выигрывать. То есть вы в какой-то момент поняли, что уже все, пора. Ну, скажи, неужели это так просто? Нет, это совсем не просто. Это совсем не просто, но если... Но так получается, действительно. Это объяснить тяжело, каким образом из четырех спортсменов получается боеспособная команда, вот в психологическом плане. Но это постепенно, постепенно накапливается. Очень хороший был момент на последнем сборе. У нас было командное соревнование, ну, наше, тренировочное. Мы фехтовали, кстати, таким же составом ровно, как фехтовали сейчас в Бонне. И вот команды я, Артур и летчик Черемисинов, мы там по ходу встречи с другими ребятами летели очень сильно. И прямо так вот, ну, безнадежно уже начинали уплывать. Но встречу вытащили, кстати, даже на тренировке. И у меня лично, я еще ребятам сказал, что у меня лично появилось ощущение, что мы, как раз, фехтовали как официально на мире в прошлом году в Москве. И на предыдущих турнирах, когда у нас как раз были ситуации, что мы из таких очень тяжелых встреч плавно-плавно-плавно выезжали победителями. Ну вот, вот я думаю, что одна из вот этих вот тренировок, она такая была пристрелочная. Скажи, пожалуйста, в финале фехтовались итальянцы, да? А вспоминая, вот я не вижу там ваших встреч по ходу этапа Кубка мира, но я так понимаю, что вы с ними не фехтовали, по-моему, да, в этом году особо? Мы фехтовали в этом сезоне, в этом сезоне ни разу не фехтовались итальянцы. Вот если сравнить, тогда, в принципе, есть чем сравнить, да, чемпионат мира, давай возьмем, уж так скажем, отправную точку и вот эту встречу. В чем разница и какие-то выводы для себя ты сделал? Разница в том, что, в принципе, очень похожие встречи были. Разница только в том, что в этот раз мы смогли все-таки чуть-чуть переломить ее. Потому что на мире мы постоянно то отпускаем, то вот так вот в один-два укола догоним, может быть, там один поведем. Но в этот раз, вот в тот момент, мы тоже проигрывали почти всю встречу, но в этот раз у нас как раз получилось переехать через ноль, так сказать, из минуса уехать в плюс и на нем закрепиться. Ну, удалось именно переломить вот эту вот ровную борьбу, на которой мы прошлый раз поиграли, переломить ее нашу пользу и выиграть встречу. Какие еще команды, в твоем, так скажем, понимании, представления будут там самыми опасными? Понятно, что их там очень мало, да, 8 команд всего на Олимпийских играх и все опасные. Но вот кто может, с твоей точки зрения, преподнести сюрприз, да, вдруг выстрелит? Прямо сюрприз? Ну, да. Ну, сборная Великобритании. Очень такая непростая команда, прямо скажем, потому что у них, у них есть, безусловно, сильный очень спортсмен, как Джеймс Эндо Дэвис. Ричард Круз очень сильный фехтовальщик, и они такие разыгрывающие, то есть они много могут наносить, получать и так далее. Но у них еще есть очень неплохой третий номер, который может просто сесть в окоп. Он такой очень неудобный, оборонительного плана спортсмена, из него много уколов не достать, поэтому это с этой командой очень непросто фехтовать. Вот она одна из, может быть, она не считается прям грандом мирового фехтования, но она очень опасная команда. А американцы? Американцы, они по умолчанию сильны. Они по умолчанию сильны, да. У них очень сильный состав по именам, вообще очень сильный. Фехтуют они нестабильно в команде, очень нестабильно. У них как-то командные соревнования же в Америке вообще, в принципе, не сильно котируются. У них даже на чемпионате Америки нету командных турниров полноценных. Там кто как выступит, может быть, и то не все. Вот это, может быть, плюс играет, естественно, Ниманом. Но команда очень сильная, конечно. Потому что я смотрю по этапам Кубка мира, да, то японцы, то американцы, то, в общем, достаточно, так скажем, в этом сезоне нет стабильности вообще ни у кого. С чем ты это связываешь? Ну, это не только этот сезон. Дело в том, что и в прошлом сезоне постоянно выигрывали разные команды. Мы два раза выигрывали там то у французов, то у итальянцев, то у американцев. И, соответственно, эти команды тоже занимали первые места. Вообще в рапире, в мужской, команды на подиуме меняются чаще всего. Одна из самых высококонкурентных, наверное, видов фехтования сейчас. Хорошо, такой вопрос. Как ты думаешь, что сыграет в пользу на Олимпиаде, что станет главным? И учитывает эту колоссальную конкуренцию, да, и способность практически любой команды, наверное, выиграть и занять место на подиуме? С моей точки зрения. Ну, вообще, с моей точки зрения, на соревнованиях выигрывает всегда тот, кто не пытается эти соревнования выиграть, а пытается приносить свое лучшее фехтование. Я думаю, что это не исключение, все то же самое. То есть, какая команда сможет реализовать все свои лучшие качества, та в результате и выиграет. А та, которая приедет выигрывать, скорее всего, этого не сделает, у меня такое подозрение. Я тебя поняла. Скажи, пожалуйста, на прошлой Олимпийской игре ты не попал в этом году, ты очень близок к тому, чтобы попасть на Олимпиаду и там выступить. В чем разница между, ну так скажем, образно, да, Ригиным образцом 2008 года, да, или когда у нас на Олимпиаде была? Ну да, если я ничего не помню. 2012-го, пардон, да-да-да, 2012-го. И 2016-го. Ну вот, я думаю, что в основном как раз в том, что я только сейчас сказал, по поводу выигрыша и процесса. Если отталкиваться от процесса, то есть настраиваться на процесс, на само получение удовольствия от того, что ты делаешь на дорожке, гораздо проще и лучше фихтуется, чем тогда, когда ты просто тупо хочешь что-нибудь выиграть. Это не очень... Ты сам к этому пришел? И как? Каким образом? Мучениями и трудом. Ну, видимо, перепробовал все остальные варианты. Еще не работа. Черт в мире, надо расслабиться. Да, примерно так. Примерно так, отлично. Хороший рецепт. Окей, с этим все понятно. Скажи, пожалуйста, ты успеваешь еще, оказывается, заниматься и общественной деятельностью, да, и участвовать в каких-то мероприятиях благотворительных? Так что это такое? Расскажи, пожалуйста. Ну, вот завтра конкретно я буду участвовать в каком-то мероприятии для детей из детских домов. Есть благотворительный фонд в Петербурге, который занимается организацией их досуга. И направлено на спорт больше это все. Ну, они организуют встречи со спортсменами, возможно, занятия спортом. Кто-то приезжает к ним, проводит тренировки. Но так как я с ними буду первый раз вообще так плотно общаться, работать, просто такую презентацию и для детей, и для попечителей этого фонда. Презентация хитования, что такое, кто такое, что хорошо там, что полезно в этом есть. Кому это интересно, кому не интересно. Ну, вот примерно так. И как будет выглядеть презентация? То есть это будет с оружием что-то? Ну, да, показать экипировку, может быть, там, показать что-то из трансляций из разных, с парой слов, что это вообще такое, что эти два человека делают на дорожке. Вот. Я вот также возьму здесь вот эти пластиковые карапиры для детей, для маленьких, потому что это проще всего сразу. И сразу возбуждает интерес, потому что большая, железная, тяжелая, маленькая, пластмассовая, пищит вообще хорошо. Ну, вот как-то так. Я себя с трудом еще представляю, никогда в этом конкретно не участвовал. Вот, с детьми, с детьми, да. Ну, посмотрим тоже. Ну, это хорошая история. Я считаю, что вообще в любом случае, при любой возможности нужно и пиарить свой вид спорта, в первую очередь, и себя как представителя этого вида спорта. Потому что интерес есть и к спортивной деятельности, и интерес есть к людям очень часто. Что очень многие смотрят разные спортивные соревнования не только за счет того, кто как метает копье, булаву бросает и вообще бьет по шайбе. А вообще интересуются вообще, в принципе, жизнью спортсменов, спортивной жизнью и прочее. Вот. Вот я поэтому всеми силами пытаюсь это везде пропихнуть. Замечательно. Спасибо.